здравствуйте друзья с вами светлана короткая и сегодня я сделаю гипсовое панно используя различные шишки и хвойные веточки в самом начале мне нужна будет любая масса для лепки это может быть любая глина пластилин или соленое тесто я сейчас буду делать соленое тесто муки беру 2 стакана соль обязательно должна быть экстра соли сыплю только один стакан соль я водой не развожу смешиваю только вот сухие ингредиенты воду наливаю постепенно мне нужно замесить густое тесто друзья посмотрите верху на экране сейчас идет подсказка там вы увидите более подробную информацию как сделать соленое тесто и что можно из него делать пусть тесто пока отлежится я подготовлю остальные материалы любые хвойные веточки шишки мне желательно брать закрытые но так как они сейчас все практически раскрытые я предварительно замочила их в воде ненадолго и пока они мокрые они начали закрываться я еще планирую использовать в работе различные фигурки также мне нужно будет сделать ограничитель чтобы гипс не вытекал обрезанный вверх ведерко также от большого ведра а можно любую форму вырезать из пеноплекса можно срезать вот этот вверх раскатывая тесто чтобы слой был толстый это у меня пробный вариант поэтому буду надеяться что все получится шишки сделаю вот такую собачку это игрушка пластмассовая еще советских времен могут мне многие приносят игрушки куклы которые жалко выкинуть а я их применяю в дальнейшем творчестве посильнее вдавливаю вот такой след она оставила а теперь я буду разводить гипс наливаю водичку гипс у меня марка g6 g7 а пропорция одна часть воды и две части гипса мне нужно будет два кусочка коктейльной трубочки чтобы сделать отверстие для подвеса если вы навели много раствора обязательно поставьте рядышком формочки любые куда будете сливать этот гипс и в дальнейшем эти фигурки вам обязательно пригодятся я оставляю работу примерно на 30-40 минут прошло 30 минут и я вытаскиваю такой рельеф получается немного пришлось мне промыть водой у меня не очень хорошего качества гипс теперь конечно это нужно будет высушить а я попробую еще сделать несколько вариантов из вот такой формы я сделала можно сказать универсальную форму потому что в эту часть я срезала ее можно передвигать и делать более узкие работы только зафиксировать скотчем лучше друзья у многих есть уже вот такие различные песочницы и я подумала что их можно использовать не только наливая сюда гипс но и использовать и внешнюю сторону месяц создаст более глубокий рельеф поэтому и елочки которые не нужны он просто перекроет там где у меня нормальные куски теста я собираю и в следующий раз мы из них с вами сделаем различные подвески новогодние а я пока его положу холодильник щёточкой с водой смыла забыла я здесь сделать отверстие немного я им не с ножом подравниваешь чтобы они устойчиво стояли друзья разошлась не остановить мне эта техника очень понравилось и очень захотелось сделать все-таки круглую для интереса вот сделала с лошадкой что можно раскрасить в отдельно каждую деталь можно покрасить все одним цветом потом затонировать белым как будто снежком посыпать друзья на сегодня я себе задачу не ставила разукрашивать это все потому что работы действительно недосохшие что можно еще сюда дополнить вот такие сделать поделочки из того же соленого теста друзья надеюсь эта идея вам пригодится в творчестве а я на сегодня с вами прощаюсь благодарю за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч